В Сыктывкаре открыли второй корпус реабилитационного центра для бездомных. Реализовать проект пространства равных возможностей волонтерам удалось благодаря гранту главы Республики Комя. Виктория Палкина продолжит. У каждого из этих людей своя история. Очень непростая. Но сегодня у них появилась возможность пройти полный курс реабилитации. В новый корпус помощи бездомным людям уже завезли все необходимое оборудование. Здесь есть тренажеры для проработки всех групп мышц. Эллипсоид – это достаточно многофункциональный тренажер, где хорошо прорабатываются и мышцы рук, и мышцы ног. Но тут действительно должно быть хорошее самочувствие у пациента. А вот хорошим самочувствием могут похвастаться далеко не все. Проект «Дома жить» помогает людям, которые оказались на улице по разным причинам. У многих нет даже документов. Здесь не просят ни паспорта, ни медицинского полиса. Раньше волонтеры готовы были только обогреть, накормить, предоставить ночлег. Но этого явно было мало. Даже больше 80% наших клиентов – это с различными травмами. Мы живем, во-первых, в таких северно-климатических условиях, из-за которых сегодня люди, живущие на улице, получают как обморожение, как там переломы, инсульты и другие заболевания. Они, проведя глубокий анализ, а мы уже работаем с бездомными 6,5 лет, и мы знаем их запросы. И мы вот каждый раз, из раза в раз, мы внедряем новые какие-то подходы, вот как, например, сейчас, который мы открыли уже второй корпус, где мы будем проводить уже физическую реабилитацию. Здание для корпуса, где бездомные будут проходить реабилитацию, волонтеры получили в безвозмездное пользование от Сыктывкарской администрации. Как и эти помещения, здесь все оборудовано для жизни. Есть спальные комнаты, душ, кухня. Ремонт и благоустройство квадратных метров на себя взяли активисты проекта «Дома жить». Здание было тоже заброшено давно, переделали, стены старые убрали, новые стены мешком сделали, добавили. И все остальное там все сделали. То здание второе, которое сегодня открытие будет, в нем оно еще хуже было состояние. Полов не было, потолки ужасные, стены тоже. И вот сколько лет все это делали. Готовы волонтеры реализовать и следующий этап своего проекта. В лесозаводе им досталось еще одно заброшенное здание. Там планируют сделать пункт обогрева и учебные помещения, где бездомные могли бы получить минимальные знания для дальнейшей жизни.